Видео на песню Видлик украинской группы «Анука» попало в четыре категории шорт-листа Berlin Fashion Film Festival. Лучший новый артист, лучшее музыкальное видео, художник-постановщик и стайлинг. В номинации «Лучшее музыкальное видео» работа отмечена наряду с клипами Кэти Перри и Раикс. Конкурс Берлинского кинофестиваля в стиле фэшн ежегодно собирает лучшие работы со всего мира. В 2018-м было заявлено 985 работ, среди которых и клип нашей украинской «Ануки». Я ДИХАТИ ХОТІТИ Я ПРИПЕНЯТИ РОЗМОВА Я НАТИСКАТИ ВИДЛИК гар Joshua ПТЕЛЬКИ МОЙ БУДНЕ ВИДЛИК ПОТЁВМЫЙ ПЕРАНА ПОТЁВСКИ ПРАНА ПОТЁВСКИ БУК ПЛАНДА СТРИПИСКИ ПОТЁВСКИ ПЕРАНА ЧТО natural Фрагмент клипа группы «Анука» был Видлик, который представлен на Берлинском кинофестивале. Болеем за наших, поддерживаем их, но и принимаем гостей из Грузии, например. Потому что в эти выходные пройдет фестиваль грузинский, большой, и поговорим о нем сегодня с нашей гостьей, с Верой Грузовой. Представитель грузинского фестиваля в Одессе. Здравствуй, Вера. Добрый день. Расскажи подробности, где, когда и действительно ли это будет такой масштабный праздник, как все мы знаем, да, как грузины принимают у себя, так и здесь будут отмечать, и так же само мы их будем принимать в Одессе уже в который раз. Я надеюсь, что праздник будет масштабный. Мы ждем всех 16 числа в субботу с 12 до 9 вечера. То есть это программа такая на целый день для всех, кому в разное время захочется прийти. Это будет в парке Шевченко на главной аллее возле стадиона Черноморец. Там такая большая площадь. И там ребята устанавливают большую сцену. То есть это будет прям такой полномасштабный фестиваль не только с едой, но еще с большой музыкальной программой и с танцами, и с какими-то интерактивными зонами, и с детской программой. И это все называется большой грузинский праздник Боржоми-фест. И ребята из Боржоми его организовывают, потому что хотят привести в Одессу вот это грузинское такое чувство, ощущение. Потому что все мы там, наверное, пьем воду, что-то слушаем про Грузию, знаем, как там хорошо. Но вот эта вот суть, музыка, культура, фольклор, еще что-то такое. Хочется, конечно, посмотреть своими глазами, попробовать еду, выпить вина, наверное. И это все будет в субботу, прям целый день такой большой праздник, свободный вход. Мы поэтому приглашаем всех-всех-всех, потому что хочется, чтобы все, кто захочет, могли попробовать свой кусочек Грузии на этом празднике. В прошлом году праздник проходил в Парке Победы. И тогда даже были такие инсценировочки маленькие, что ли, инсценизация разных уголков грузинских. Там фотозоны, можно было сфотографироваться, будто ты прям в Грузию попал. В этом году будет ли тоже такой организм? В этом году очень интересная программа с темой «Будь онлайн, но оставайся живым». И там представлено будет много фотозон. Это вообще я выразилась, насколько интересно это может быть. Это не так, как, ну вот знаете, такое банальное, типа на фоне красивой стены, ты делаешь себе фоточку на телефон, и у тебя потом что-то... Нет. Тут будут интересны такие фотозоны, например, 3D-фотозона, когда там стоит много-много камер. И, ну, то есть не ты на свой гаджет фотографируешь, а сама фотозона делает тебе фотографию, и получается, что ты как бы в 3D. Или, например, какие-то картинки, когда ты подпрыгиваешь, а сзади у тебя какой-то фон. И когда ты получаешь фотографию, то кажется, что ты там, я не знаю, летишь в горах. Ну, то есть очень такие интерактивные, современные штуки, и мне кажется, это будет, ну, интересно просто оставить себе на память, да, такие вещи. И, например, вот это вот, когда ты летишь в горах, у тебя будут фотографии, и ты захочешь потом туда приехать реально и посмотреть. Будет интересная программа для детей, и вообще, мне кажется, что это не только для детей. Интересно, есть сейчас такая современная штука, называется VR-технологии, когда ты надеваешь очки, и в них смотришь на реальные страны и города. И вот на этом фестивале будет, можно будет посмотреть с помощью этих VR-технологий на Белисе и на Батуми. То есть прямо вот надеваешь и гуляешь по городу, как будто бы ты прямо там находишься. Я думаю, что ощущения, ну, вот все, кто пробовал и все, кто попробует, поймут, что ощущения фантастические. То есть это не просто как картинка или 3D-тур, а это прямо такая вот реальность, да. И это тоже можно будет сделать, это интересно, наверное, и детям, и родителям, потому что, ну, такая современная технология, не все ее вообще пробовали, да, и можно приобщиться к такому 21 веку в этом смысле. Но мне кажется, что самым важным на фестивале будут не вот такие вот, ну, как бы развлекательные дополнительные штуки, да, а музыкальная программа и, собственно, там, еда, угощения, вот это вот все грузинское, да, что мы ассоциируем обычно с Грузией. Это еда, горы, это... И люди. Люди, конечно, гостеприимные очень. И я думаю, что музыка, это как раз вот, ну, музыка и танцы, да, это будет передаваться энергия такая именно людей. Там будут коллективы, которые танцуют, то есть это знаменитое грузинское, да, что-то, что невозможно повторить, и это будет тоже в программе, там ее можно посмотреть. Есть ивент в Фейсбуке, я думаю, что для того, чтобы все могли вот прям посмотреть, да, там такая длинная, большая программа на целый день, и можно выбрать, ну, в какое время я хочу прийти, чтобы поучаствовать. Но точно знаю, что в 6 часов будет очень известный грузинский диджей, его называют Кахабер, это такой дядька, знаете, обычно есть, ну, как, стереотип, что диджей — это такие молодые люди, которые там, условно, 20 лет, и они такие, нет, это такой уже, ну, я не знаю, 35-40, да, такой мужчина с бородой в такой шапке грузинской, и он стоит за пультом. И тот проект, который вот сейчас называется, он играет электрофолк, то есть это что-то, что я вообще, ну, то есть это надо слушать, конечно. Потому что с ним живые голоса, правда? И, честно, мне очень напомнило Даху Браху, вот если это только наш такой мотив, а то больше грузинский, но чтобы мы не просто описывали музыку, давай ее послушаем. Конечно. Спасибо. 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 Помимо того, что он диджей, он еще и перкуссионист, насколько я знаю. То есть он музыкант, который может прямо сыграть, прямо на стиле. Ну, да, я так понимаю, что, ну, то есть я не очень много знаю об этом, об этой группе, но вот сейчас в рамках проекта поняла, да, что какие бывают талантливые в Грузии музыканты. И вообще, по моему опыту, в Грузии музыканты, они не моно, да, а они сразу все. То есть наверняка он еще очень клево поет, просто это как бы, ну, не тот стиль музыки, который он сейчас показывает нам, да. Насколько я поняла, сейчас будет такой проект больше электронный, но, конечно же, они как грузины не могут все свести только к электронным гаджетам, и они включают еще свою энергию. И я уверена, что, ну, вот эта энергетика, да, такая, и то, что они реально грузины на сцене, это будет передаваться. Плюс еще, вот он играет в 6 часов, да, после него будет еще другой диджейский сет, а до этого будет программа такая, там, танцы и песни, и, ну, такой более классический, да, грузинский, как бы, музыкальный продукт, да. И я думаю, что, ну, вот те, кто придут пораньше, смогут вдохновиться и классической грузинской такой фольклором, и потом уже современной, это очень интересно, да, посмотреть. Я еще хотела рассказать, что там будет детская программа, то есть можно приходить с детьми разного возраста, интересно, что там дети постарше могут найти себя на каких-нибудь мастер-классах, там будет очень, мне лично сильно понравился мастер-класс, на котором можно будет сплести из ниток черно-белую такую овечку, такую очень маленькую, ну, то есть это такое милое что-то, да. А можно будет, например, ну, в рамках современного такого направления фестиваля можно будет 3D-ручкой рисовать какие-то, ну, не рисовать, а конструировать, да, какие-то конструкции. Можно, например, попробовать, как это. Будут интересные в детской зоне мастер-классы и развлечения просто вот для совсем маленьких детей просто как-то, да, развлечь себя. И будут интересные для тех, кто, может быть, для молодежи или для родителей, которые хотят развивать свои инста-способности, будут мастер-классы и фотовыставка Марины Карпи. Марина Карпи — это украинско-грузинская фотохудожница, очень известная, очень популярная, она там снимает Джамалу, всяких наших селебритис, и она живет и в Грузии, и в Украине. И вот она приедет сама тоже, и будет интересная такая фотовыставка, когда, ну, в рамках вот этого онлайн, да, мы сделали так, что фотографии будут стоять как бы в таких инстаграмных рамках, и можно будет лайкать их реальными сердечками. То есть это такие, ну, типа мы перенесли в оффлайн то, что обычно мы делаем в онлайне в своем телефоне. Фотографии очень красивые, фотографии Грузии, и я думаю, что всем придется по душе хоть что-нибудь из того, что там будет представлено. Ну и кроме того, всегда можно будет пойти поесть и стать очень довольным. И потанцевать потом, да, самое важное, что хочется сделать, естественно, в субботу вечером, в свой выходной день. Но я вот все равно так наблюдаю, да, проходит, будь онлайн, вот этот лейтмотив, он проходит через весь фестиваль, через всю эту грузинскую встречу, но тем не менее призывают как-то выходить из онлайна и общаться с друзьями. Я правильно поняла вообще концепцию? Да, концепция такая, что, ну, вот есть два мира, да, есть мир такой диджитал, в котором мы все, как бы, вот... Лайки, инстаграм, вот это все, да. Да, ты твой телефон и больше никого, да, а есть мир нормальных людей, где мы, как раньше, да, общаемся, обмениваемся взглядами, эмоциями, феромонами, не знаю чем, да. Да, и вот Боржоми фестиваль предлагает объединить это. И тема Грузии, современной Грузии, не той, которая была когда-то, а той, которая вот есть прямо сейчас, она очень, конечно, для этого, ну, хорошо попадает, да, в цель. Потому что в Грузии есть много такой старой древней культуры и есть очень много современных вот проектов, как музыканты, да, или как фотографы. И вот когда ребята привезли это все сюда, то мы сможем увидеть, собственно, как традиционная Грузия, как-то сквозь века, сквозь года, да, вдруг становится вот такое, которое как современное. Модернизируется, да. Да, да. И я думаю, что вот когда мы будем участвовать в этом всем лично, тогда уже можно будет почувствовать, а как это объединять вот этот диджитал, да, онлайн с реальной жизнью, когда ты испытываешь эмоции, передаешь их, и ты с друзьями, с близкими можешь это все разделить. Можно будет найти более подробную информацию в Фейсбуке, да, говорила об этом. Да, в Фейсбуке есть событие, называется Боржоми фестиваль «Большой грузинский праздник» в Одессе. 16 числа можно просто с 12 до 9 приходить туда, то есть в 9 последний диджей-сет, и там уже будут танцы такие до упаду, вот. Но программа такая, я бы приходила, на самом деле, там, наверное, часов в 5, да, вот можно пойти на море, а потом с моря потихонечку зайти на фестиваль, погулять там, потусоваться. Я уверена, что будут зоны, в которых можно и отдохнуть, сидя, да, и так далее. То есть там можно будет сделать все, и суббота будет отличным таким днем выходного. Спасибо большое. Вера Грузова у нас в гостях, представитель грузинского фестиваля в Одессе. Это был дневной эфир седьмого телеканала. В студии провела его с вами Татьяна Милимко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...